Всем доброе утро! У нас теперь можно на стеже открывать окно. У нас прошел видимо дождь еще раз. Вчера шел вечером к нам гулять, мне кажется еще был. Вот, уже появились почки на деревьях. Смотрите, дедушка тот, который все гребет. Наверное, я реально ошиблась и он какой-то наемный, рабочий, не знаю. Ну иначе зачем ему столько везде вокруг? Сирик летит уже к птичкам и нас в работе привезли вон там вагончик, где они там будут наверное все инструменты хранить, может даже там чай пить. Короче, вот. У нас уже, мы вчера когда вышли, ты куда ты лезешь? Куда ты идешь? У нас вчера уже, мы когда вышли, много сняли крышу. Вот, если на примере этого дома показывать, наверное, вот такой кусок крыши уже сняли. Старый шифер и так далее. Не лезь сюда, дурачок! Я заварила нам чай, ну у меня чайочек, сделала нам. Сегодня у нас такие бутербродики, ветчина, яички, помидор, сыр, в общем, и хлебушек наш. Вот, супер, с всякими мюслими и так далее. Всем приятного, будем завтракать. Блин, волосы Сириуса везде просто. Вот, у нас уборка, буду мыть окно. Что, окно помыла, стало лучше, конечно. Прям вот это очень чистое. Но не все окна, видите? Вот тут вот, это само такое окно уже поцарапанное, как разводы, кажется. Но все трешие, но какое-то пятно. Вот здесь тоже там, там это окно. Вот здесь будет нормально. Ну, короче, лучше стало, но еще пропылесосило тут всю вот эту вот краску. Вообще надо хорошему окно пластик поставить. Вот, у нас как раз дом реставрируют. И самое время поставить окно, чтобы потом они все откосы хорошо сделали. Я думаю, вот эти шары выкинуть, а Игорь Гридов их выпустим. Ну, я не очень, я там против загрязнения планеты, а он нет. Хочет пусть выпускается. Они уже все мне надоели. Они так много занимают атмосферы. Не, давай сюда двойку, а туда это. Вот, и тут, наверное, тоже. Они как к потолку прилипли. Игорь тем временем, пока я мыла окно, разобрал кладовку, убрал всю зимнюю одежду, шапки, вот это все. Поднял антресоль. Здесь достала летняя уже купальники, круги, шляпы, решетка. Вот наша, оказывается, у нас есть решетка. Вот, и мы там все убрали, все так чисто. Теперь сейчас будем стирку закладывать, так и разбирать. Сейчас в следующем этапе хочу перебрать шифонер. Зимнюю одежду убрать, летнюю достать, все перебрать, короче, в шифонере. Вот, что еще? На своей полке тоже хочу что-нибудь поменять, новенькое что-нибудь сделать. Вот. И, наверное, еще нужно перебрать вот этот, вот эти шкафы, вот эти вот маленькие, вот эти два. Тут у нас нормально, в принципе, там чисто, вот у себя еще переберу. Вот, ну, короче, есть уборка. Хотим еще, пока я буду шифонер сейчас перебирать, я говорю, тут нет диван. Вот, за диваном там пропылесосит хорошо, уберет потом ковер, может поднимем все это, вымоем полы здесь хорошо. Вот, чтобы чисто было. Такие дела. Короче, в уборочке. Ну, Костюш. Не летит? Охренеть. Я думала, он на крышу полетит. Слушай, ну, я хоть так, это будет прикольнее. Странно, да? А, ну, без груза. В смысле, без груза? Да. Смотрите, этот шарик вообще у нас с дерева в этом, а мы там желание прописали, между прочим. Потому что ты не отпустил с легкостью. Ты держишься сильно за это желание. Ну, ты не знаю. Не, кстати, прикольно. Надо будет я туда прибежать и посетить. Ладно. И сейчас Игорь попробует мне тот шарик надуть вон, где он. А он вон, да. Короче, посмотрите, что у нас за диваном. Пипец. Вот мы как живем здесь пару месяцев, ни разу не отодвигали. Ну, видимо, когда мы уехали, тоже никто не раз мы. Обычно там раз, два, три месяца такую уборку делали. Короче. Смотрите, сколько бумажек. Это бумажки Сирика, которые мы ему кидали. И он их закидывал. Конфеты, которые он стащил. Мармеладки, которые он стащил. Они ни разу не убирали, как уехали. Ну, я и говорю, как уехали. Как квартира на Сире. Да, да. Наверное, он точно не убирал. Короче, столько бумажек мелких. Реслика носок мой нашелся как раз. Ручка моя нашлась. Так, Сири. О, крем. Думал, где он есть. Короче, пипец, да, мусора, пыли. Хорошо, что мы эту уборку затеяли. То есть всем этим дышим. Так, я уже там в зале все свое сделала. Теперь я занимаюсь на кухне готовкой. Так, не отсюда. И вот эту штуку, да, которая чистит морковку. Так, я приготовила нам заготовки свеклы. Натерла и кружочком. Но это прям на несколько, прям очень на несколько приемов. Мы так чуть-чуть будем есть. Я сейчас пару кусочков съела. И Игорь тоже с редиской захомячил. Так, так что... Ой, готово. Сейчас я буду заниматься заготовкой на ужин. У нас на ужин сегодня будут овощи, брокколи, морковка, мясо. Картошки немножко. Ну, короче, сейчас это все готовить буду. Еще мы тут достали фрукты на компот. У нас тут ягоды чуть-чуть, шкорки апельсинов мы не выбрасываем. Оттуда их кидаем. Я не выбираю. Ну, правда, очень много запаха они дают. Вот. А я пока сейчас тут займусь. Пока Игорь там вкуса, да. Блин, наконец-то мы закончили уборку. Я подустала, если честно. Мы, наверное, на часа четыре убирались. А сейчас я даже больше, наверное. Короче, я тренировку включала, режим. У меня пульс такой высокий был, 172. Но я там прям, конечно, носилась. Тут наклонялась, тут двигалась. Вот. И сожгла 400 с лишним калорий. Вот. А сейчас обед. Я могу не съесть, если хочу. Еще мы взвесились сами. У нас хорошие классные весы. И мы взвесили сириком. Он весит 3,85. 3,850. Почти 4 килограмма. На прошлый раз он весил 3,5. Поправился на 300 грамм. Сидит тут. Игорь греет еду. Я не грею. Но обедать. Сейчас покажу вам обед. На обед у меня вчерашний рис. Я прям с контейнера Ема Игорь греет. Помидорчик и апельсины. Когда я этого съела, я сейчас скушу. Я себе чуть-чуть полила соловым соусом, чтобы не сухо было. Всем приятно. Мои обедать. Я сейчас отбирала фоточки для рамок. Отобрала. Это будет тематика дня рождения моего. Мне очень нравятся фото из этой серии. Я собралась уже. И сейчас немножко еще влажная голова. Сейчас высушился чуть-чуть. Буду сейчас уже одеваться. Мы пойдем за покупками. Нам кое-что докупить нужно. Вот. И заодно прогуляемся. Немножко хоть отдохнула, а то после уборки как-то, не знаю, слабость какая-то даже. Так. Сейчас хочу накрасить губы. Карандашов с вами любима. Вот. И. Можно выдвигаться. Я уже собрано стою, жду Игоря. Пока стою, уже заказала таблетки. Короче, выгоднее в приложении Аптека Плюс заказывать. И выкупать идти тут же. Вы можете быстро собрать в любой ближайшей аптеке. Так там процент еще классная скидка. По-моему, 5%. Вот. Но когда берешь дорогие таблетки, это прям нормально. Я жду Игоря. Короче, сейчас спустится. Пойдем. Нам нужно сходить в аптеку, распечатать фотки и в магазин. Вот. Так что. Жду стою. Хорошо, на улице тепло. Я в кофте и в куртке кожаной. Ну, комфортно. Не холодно, не жарко. Нормально прям. Кстати, сейчас искали, где можно распечатку сделать. Что-то вообще нигде нельзя. Все закрыто. Кое-где не работает, кое-где не делают фотки. Вот. Я помню, у нас раньше был свой принтер. Блин, это так кайфово. Когда тебе надо, ты быстро что-то распечатал. Те же фотографии я печатала просто тоннами. Я уже и сейчас говорю, говорю, нам, наверное, проще с тобой. Потому что сейчас по своему времени по работе еще распечатки много. Вот. Проще с тобой, наверное, нам купить принтер и печатать. Хотя бы раз в полгода, раз в год фотографии все самые лучшие выбирать и печатать. Потому что мы не печатаем прям все подряд, а вот только те, которые реально памятные, которые хочется, чтобы остались. Вот, наверное, принтер все-таки. Ну, все-таки выгодно, наверное. Знаете, даже не столь выгодно. Наверное, то на то и выйдет. Может, даже где-то дороже. Но тот комфорт, что ты сам себе, как хочешь, фотки печатаешь, как хочешь их располагаешь. А не то, что вот я тогда пришла, мне там так не могут. Почитаем. А? Пойдем. Сейчас табличку почитаем. Реставрация дома наша. Какие сроки там написаны. Уже Игорь вышел. Мусорный. У меня есть всякие листовки, которые еще со времен риэлторства. Мы решили все сегодня перебирать, поубирать, повкидывать все лишнее. Так что идея. У нас тут на площадке футбол играют. Я даже уже мяч успела подать Игоре. Слышишь? Да. Почему? Я умею. Даже футбол играл раньше. Ладно, топаем. Смотреть всю табличку. Это вообще... Шторот кто-то. Шторот, фундамент, подводник, мещение. Снабжение, подведение. Снабжение, подвижение. Типл, снабжение, газоснабжение. Короче, просто написано дом номер 10. У нас не дом 10. У нас вообще другой дом. Они, видимо, перепутали. И сроки здесь с 15 марта по 15 ноября. Мне кажется, они не сделали, потому что они только начали. Ну ладно, топаем дальше. Доски уже привезли. Там вагончик поставили. Народис только. Так, ладно. Пришли в рубль-бом. Я тут хочу химию посмотреть. Сравнись с фикс-прайсом. Охренеть, как дорого стоят прокладки. Вообще-таки цены 179. 300. 400 рублей. Офигеть. Так, надо посмотреть химию. Хочу посмотреть, сколько тут стоит доместос. Доместос-то где? Я не вижу. Вы видите? Направьте меня. Блин, я не вижу доместос. 234. 234. Это сколько грамм? Литр. Литр. Пожар какой-то там. Смола горит. Кладут асфальт возле нашей поликлиники. Круто вообще. Все так отреставриировали. Молодцы. Фига себе. Огонь еще у них. Так, из рубль-бома вышли. Короче, там ничего не приглянулось. Идем в фикс-прайс. Тут шляпы привезли в фикс-прайс. Она прям какая-то из Титаник. Кстати, когда были на квартире, там тоже была коробочка для чая. Вот розовенькая. Ну, как вот, стенок не передают. Розовая, бежевая есть. Голубенькая. Кстати, прикольно. 249 рублей. На мотоциках тут гоняют. Мы с фикс-прайс идем в аптеку. Пришла за своими любимыми лепестками. Тут рахат луку. Немного немножко. И лепестки. Моя любовь к циферине. Что-то меня так утомила сегодняшняя уборка, что я что-то... Мы не все в магазине, но еще пришли и решили посидеть в парке. И вот там сидит, смотрит в телефоне. Вот. Мы прошли фикс-прайс, аптеку, театр или фотки. Сейчас зашли, купили вот лепестки миндальные. Нам еще надо магнит. Наверное, поедем. Потому что он далековато. Мы не хотим в нашу, а мы хотим в среднюю, в которой побольше. Сидим чуть-чуть, дышим воздухом. Обыграли 5-2. Смотрите. Какая у нас тут луна еще такая. Половинка. Машин так много. Вот что значит выходной. Мы, короче, решили пешком дойти, не ехать. И сэкономить, и пройтись. Уже 7 тысяч шагов на тополе. Далековато этот магнит от нас. Да, давай, расскажи. Уже в магните. Как-то тут в магните хреново этот раз с овощами и фруктами вообще чуть не очень. Пока все, что мы взяли, это помидоры, перчик, лук, салат. Игорь, вот яблоко набрал и груши. Я подошла к разделу, где все к Пасхе. Симпатичное такое все. Кто сам печет, готовит. Посыпки всякие. Глазурь. Фигурки всякие. Ну, прикольно. Так, идем дальше. Мы приехали с магазина. Игорь занесет еще сумки, но мы не домой, потому что мы помидоры не взяли. А мы их так трескаем. Пойдем в КБ за помидорами. Ну и вчера была пятница. Муж не купил цветы и сказал, что сегодня идет для нее. Вот, так что еще в цветочной. Ну, мы вместе пойдем. Я посмотрю, а то там что-то в экспресс-букет, в последнее время что-то совсем тухляк. Может, что-нибудь понравится. Не знаю. Так себе цветы будут. Прикольно, такой водитель нам попался. Болтали про машины. Рассказывал он вообще с очень большим опытом. Рассказывал, какие машины рекомендуют к покупке. Ну и вообще так болтали, так они с Игорем. Сверху здоровья пожелал нам. Молодой парень. Прикольно. Сейчас жду Игоря и идем. Подустала. То есть стою вот в вагончик как раз для строителей, который возле дома. Ну что, разберем вместе пакеты. Мы дома. Так, зашли вот сейчас в КБ. Купили помидорки. Черри. Такие вот две упаковочки. В КБ самые дешевые помидоры. Завтра будет футбол. Думаю, мы можем посмотрим. Купили вот два напитка. Мы теперь не берем большие объемы. Вот чисто немножко выходной день вреднятины. И вот такие вот мясные чипсы. Очень вкусные, кстати. Прям натуральный состав хороший. Вот. Так что это мы в КБ взяли. Сейчас Игорь принесет пакеты оттуда. Ты-ды-ды-ды-ды. В холодильник. Это не в холодильник. Может сразу играть. Так, ну давайте разберем. Листья салата. Масло. Можешь масло сразу вот убрать. Дальше. Я хлеб себе взяла светлый. Игорь вот такой вот. Темный. Я, кстати, не люблю темный хлеб, поэтому с пророщенным зерном уже ели. Ему очень понравилось. Так, котяткам нашим взяли вискос. Дальше. Я себе прокладки взяла. Дорого, конечно, не стоит. Наконец-то взяла Доместос. Огромный. Все-таки в Магните самый выгодный. Так. Доместос. Десторант. У меня заканчивается в Магните тоже сейчас акция на вот этот Невея. Тоже. Так. Игорь себе взял кефир. Просто квашено. Одно процентный. Нежирный. Так. Лук. Взяли. Вот. Я вам его покажу. Не хочу утаскивать. Я себе сурочку взяла. Мой любимый. Александров. Да, да. Не надо перевать. Да не, не надо. Мы его быстрее сидим. Так. Дальше. Нам дали журнальчик. Какой-то там покупки дают в Магните журнал. Почитаю. Лепешки. Будем делать полезные лепешечки с овощами. Так. Дальше идем. А, ну, рохотлук у меня взяла. И миндальные эти. Как их? Миндальные лепешки. Представьте, вот это вот. 100 грамм. Много. Надолго хватает. Еще есть. Я просто взяла. Таблетки Игоря на заказ собрали. Так. Дальше. Наполнителька там. Берем фикс прайс. Это тоже хорошая цена. Нормальный наполнитель. Мы много не сыпем. Сейчас поменяем. Поэтому. Наполнитель. И еще фикс прайс взяли зажигалочку. Вот такую хорошенькую. Симпатичная. Так. Это. Так. И еще один пакет. Так. Аккуратно. Яйца. Мы взяли яички. Потом. Вот такие сосиски. Так. Для чего-то такого, когда хочется уж не овощей, а что-то уж вкусного. Так. Помидоры. Яблоки я взяла себе. Я не ем яблоки. Кислотность повышена. Я редко ем их. Перчик я сейчас взяла. Дорежу на рагу. Дорогой сейчас перец. 400 рублей килограмм. Но я взяла вот лишь бы для запаха. Так. Йогурты. Я взяла себе йогурты. И гребетки эфир. Я взяла себе ананас, банан. И вот такой вот малина. Семена льна и киноа. Я взяла себе три йогурта. Так. Идем дальше. Груши. Вот эти бомбейские груши. Мы такой пакет уже почти схавали. Вот. Сейчас еще взяли вот эти вот. Смотрите, как они называются. Мирэйдж. На 160 рублей килограмм груш. Ну, вкусные они реально. Так. Две упаковки корма кошачьего. Так. И... А. Поворожный сыр. Как раз таки можно будет сделать. Тортильи вот эти вот. Ой, что-то я так устала. И... Так. И вот корм жидкий. Котиков. Жидкий корм. Все. Это вся наша закупка. А вернее, это была докупка. Просто мы подъели овощей прилично. Так. Подъели овощи, фрукты. Докупили. Так. Сейчас все это разбирать. По местам. И надо начинать готовить. Что-то вообще утомленная такая сегодня. Эту часть стирки закладываем. Готовим параллельно. Уф. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Пока у меня там готовка. Я хочу заменить фотографии. Напечатала. Вот так вот выглядели до этого фотографии. Они классные. Может их как-то еще поставлю. Но просто хочу поменять. Такая фотка со свадебной фотосессии. И со свадебного похода на стадион Краснодар. Наша фоточка. Так что я ее сейчас вытащу. И поставлю новые. Сейчас как сделаю. Сразу вам покажу. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я так устала, ребят. Блин, вообще. Блин. Даже не по сжиганию калорий. Мы обычно 8-10 тысяч оглов притаптываем. 7-8-10. Сейчас 8 с лишним. Но я устала именно от того, что сегодня много дел. И все на ногах. И вы сами знаете, работа сидящая. Поэтому непривычно на ногах. Так что... Сейчас доготовится. Буду смотреть. Жарко. У нас так еще душло. Духота. Душло. А, кстати, сейчас вам покажу у рамки, что получилось. Смотрите, какой цветочек сегодня у меня. Герберчик желтый. Тут стоит с гипсофилой. Вот рамочка одна. Вот вторая. И еще вон те. Хорошо. Все, в принципе, меня устраивает. Кроме этой фотки. Видите, как лицо срезалось. За счет... Так-то фотка там нормально. А за счет каемки этой Настикой с Игорем тут. Ну, я думаю, надо будет переделать. Что-то какую-то другую фотку подобрать сюда. Как вам? Проголосуйте. Так хочется это запечатлеть. Мое день рождения. И вот. Красивенько, атмосферно. Вот эти прям красивые фоточки. Вот это мне нравится. И вот это такая нежная. Кстати, у меня за перестановочка цветы уберутся. И вот тут картина повесили. Я в серфировку уже села. Нашу нюбль фужеры достала под компотик. Ну, сейчас пока же накрою и покажу. До холстика, смотрите. Ну что, наше овощное такое рагу готово. Рецепт вы видели. Если какие-то вопросы, конечно, пишите. Всегда отвечу. Вот. И в самом конце я просто покидала помидорки. Они чуть-чуть размякли. Не тушились. Сверху просто вот так вот. И потом накладываешь. Сверху их ложишь. Мне кажется, это будет очень вкусно. Я первый раз буду есть брокколи. Именно не в пицце, например, а именно в тушеном виде. В таком. Я в пицце ела. В жар пицце. Вот. У нас приборы. Стаканчики. Так все красиво. Вот. У меня прям маленькая порция. Игорь чуть-чуть побольше наложила. Вот. И жду от Игоря. Вот-вот. Постоянно говорю. Да, вы правы. У меня есть такое слово паразит. Вот. И считать, как рассказала. И сейчас ждем Игоря. Он принесет компотик. Я вам покажу. Там такой вкусный. У нас такой красивый цвет. Так что холостяк начался уже. Мне, кстати, нравится вот эта таха. Красивая девушка. Не думаю, что ее кто-то выберет, но красивая. Вот такой компотик у нас. Такой персиковый. Красивый цвет. Вообще. Супер. Сейчас буду делать фоточку. Я здесь смотрю холостяка. Хочу сейчас светенький яжик попросить у Игоря массаж. Очень устала. Так что вам скажу спокойной ночи. Спасибо, что посмотрели. Пока. 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 Раздавать розы.